всем приветик и так перед вами уже знакомый для многих рынок чурсу сейчас я вам скажу зачем я сюда приехал поскольку через недельку мы едем в родной город алматы на несколько дней я решила привезти своей родне гостиницы из пекистана но различные сувениры вкусняшки и так далее и для этого я решила посетить рынок чурсу честно сказать я не шапоголик и вообще я не очень люблю гулять по рынкам но что меня сюда привело это в instagram в общем один аккаунт в они продают сувениры очень большой выбор этих сувениров меня это заинтересовало и я решила в общем приехать на этот рынок не закупить все в одном месте ну то есть сувениры какие-то специи и ну возможно там что-то из каких-то гостинцев вкусных так орехи может быть ну и в общем так сейчас я попытаюсь найти кстати канал называется сувениры нижнее подчеркивание узб ну в поиске если в instagram вы поищите возможно найдете у них там реально очень огромный выбор сувениров и у них там показано как пройти сейчас я попытаюсь найти этот бутик чтобы долго здесь не шастать ну в общем так посмотрим поищем ну гляньте видите есть даже набор спец готовые ну вот язык до киева доведет я нашла это место а вот тут кстати их инстаграм и контакт вот сувенир узб и сейчас выберем сувениры а кстати вот нашими очень часто люди хотят привести ножи как называется костюм это джанности уже сейчас в тренде когда от колит и заранее так выпустили именно наш колорит эти наши рисунки шелковая сколько стоит 150 тысяч вот эти одежды это натуральный шелк это ручная работа а это что не натуральный это натуральный он только обричный шел рула а это вот ручное все это изделие это кокона не вручную все ткут его вручную я сколько стоимость это где-то миллион восемьсот миллион восемьсот да вот это такие вот от нас нет это тоже такой же шел а вот эти вот это тоже вот эти шелка тоже который ухты и красиво это все заново чисто ручная вышивка а какой вот самый лучший нож покажите лучше много такие с чисто кухонный нож хорошее качество быстро резец я даже боюсь дорого сколько они 20000 а материал какой материал починника как починник 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 обойма есть еще раз допустим сувенир на если но он в смысле не прям сувенирная вот на подарок чтобы чтобы он был как бы и рабочие в то же время красивый если такие есть это дамасский стан называется много слоеный нож эти как дерево и много слоеные они сами сами лучше называются самый лучший дамасская сталь за тоже на русс а вот эта рукоятка из чего стиле из дерева красиво и сколько это стоит а самый дорогой сколько стоит дорогой много там ну самый прям дорогой покажите сами вот средний миллион восемьсот миллион восемьсот это уже ручной это натуральный и на бакушки дамаскистан дамасская сталь это все здесь сделано в пакистане да и вот это же ножи тоже хорош чисто мясную ножи то мясо и сколько он стоит они на миллион двести спасибо вот это очень красивый наш образу не статью и вариант ну в общем начинается от 150 тысяч и максимально сколько стоит здесь 2 2 миллиона 2 миллиона максимально стоимость 40 до 500 долларов красивые вот эти вот вообще рукоятки видите это все ручная работа дамасская сталь круто вот это вот вообще интересно вот это из чего сделано это роговой роговой рог чей рог оленей оленей рог представляете смотрите какой нужно сколько стоит это семьсот пятьдесят тысяч красиво круто это тоже рог жена сайда чурок зайдите девушка национальный магазин его подскажите вот какой самый качественный керамический все качественные хороший может два не обжиги томить можно как хотите микроновки тоже можно а вот это краска вот это капельные работа хороший и недорого пятьсот пятьдесят тысяч есть такой есть миллион двести там разные здесь и гранатом тоже из вот такие авторские работы а в чем отличие есть вот есть вот видите вот эта краска до краска но здесь вот не столько много вот этих вот крупинок а есть еще вы знаете сейчас я вам покажу вот допустим вот это ваза они отличаются это же разная работа до авторская работа она здесь вот получается подпись автора есть да вот еще смотрите интересно вот эта чаша сколько стоит 120 но вот это вот как бы выглядит красивее чем очень красиво вот это то есть вот это считается это более искусная работа когда маленькие вот эти вот фирганские мастера делают штанские наборы вот такие тоже чаши смотрите ведь это очень такая тонкая работа у нас считается вот это уже попроще видите здесь таких капелек меньше попроще считается здесь нету подписи автора это основная работа учеников это здесь вот есть подпись авто то есть это уже делал мастер-профессионал а вот такое вы видели маленькое чудо согласитесь очень интересно да вот дозировки алкогольных напитков крепкие должны быть как раз вот именно вот такие вот они как у нас до обычно здесь примерно 20 грамм а сможете подсказать этот вот набор очаровательного сколько стоит 450 в чем его особенность в чем особенность его металлическая ручная работа тоже до 450 тысяч красиво а по шахматам вот эти 200 долларов это орех вот эти интересные а это какая стоимость колокольчики вот эти вот это а 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 Классно. Ух ты, какая девушка. Вот эти вот шелковые наволочки стоят 200 тысяч. Тоже ручная работа. Здесь вот тоже есть подпись автора. Это работа мастера. А еще есть тоже классная чаша. Вот мне они понравились вариант для плова. Вот эта вот обалденная, да? Ну, блин, она дорогущая, 200 тысяч стоит. А вот эти вот рядом, которые они дешевле, у них стоимость где-то 50 тысяч. Вот разница, что здесь вот получается три раза был обжиг, как мне объяснили. В общем, я еще стою перед выбором. Есть еще часы. Еще есть шапки. А еще смотрите, какая огромная ваза, да? Реально очень большая. Даже боюсь спрашивать ее стоимость. А вот эта вот большая ваза сколько стоит? Это тысячи долларов. Ага, спасибо. Тысячи долларов. Такая огромная ваза. Вот этот набор, я вообще с него балдею. Вот этот маханький. Реально это вообще какое-то чудо, да? Согласитесь? Ой, такой тяжеленький. 400 тысяч, по-моему, или 450, мне сказали. Классный, да? Малышок. Ну, вот еще шахматы. Вот смотрите, еще есть такие елочные игрушки. Очень красивые, да? Это ручная работа. 52 миллиона. Классно, да? А сколько стоит такая игрушка? 150 тысяч сон. Видите? Красивая, да? Вот это тоже красивая. А сейчас я вам покажу, что я выбрала. Я вот выбрала вот такие вот три вазочки. Это авторская работа. Круто. Вот такие у вас обалденные. Вот такая и такая. По 180. Красивая, да? Красивая, да? Сколько с меня, в общем? Это? Угу. Сколько? 540. 500, давайте 500. Все, уже не торгуются. Ну, в общем, вот мои вазочки. Три вазы я купила. Они мне очень понравились. Они, на самом деле, очень классные. Вот они стоят. Вот. Просто я для сравнения пришла по базару. И вот именно вот такой вот работы очень мало. Она стоит дорого. Видите? Капельная работа. Ну, вот для сравнения. Видите, здесь это не такая работа сложная как-то. Ну, и ценность их очень высокая. Вот для сравнения. Вот. И вот, видите, какой чайничек. Ну, в общем, вот так вот. Вот. И я прошла много бутиков. И вот именно вот такой работы здесь очень мало. Ну, видно, потому что это дорого. Поэтому как бы не все их продают. Ну, в общем, вот так. 180 тысяч сумм. Каждая вазочка. Кое-как их сторговала. Ну, вот так вот. Вот эти вот чашки тоже классные. Чайники. Чайники, я еще думала. Ну, чайники, они как-то, вот знаете, они, мне кажется, более сувенирные. Они менее функциональные здесь. Вот, смотрите, какая ваза стоит. Видите? Вот когда вот много мелких вот этих капелек, это очень красиво смотрится. И это дорогая работа. Вот эта вот большая ваза. Тысяча долларов. Ну, в общем, как-то так. Так. Вот тоже, видите? Такая капельная работа. Вот тоже кружка. А вот это вот вазочки. И вот среди них я выбирала. Ну, как-то так. Видео нараст я в Казахстане многое залива так. Да, это вот готовая специя. Что в нее входит? Один килограмм рис, двой столовой ложкой. Как? Один килограмм рис, двой столовой ложкой. На килограмм риса две столовые ложки. А что входит в состав готовой специи для плова? Куркума, барбарис, зира, узин, сила, киперис. А вы сможете в разные пакетики по 50 грамм? Три пакетика по 50 грамм сделать? Можете? Да, это мало. Ну, 100 грамм, 100 грамм. А это сколько стоит? 35 тысяч. 35 тысяч. Олопат. Чай? Чай есть, муж? Муж есть, да. У меня чай отраслана. Вот, посмотрите. Подарка делай вам девушка. Нет, чай. Это не деньги, это подарка. Это муж, говорите, муж. Ааа. Давай, тоже. Верга? Что, раз, он уже, подарки к вам. Это подарок мне? Спасибо. А в чем особенность чай это? Это когда муж не речит, делай, девушка. Сразу это заварка делай. В общем, вкусно было. Спасибо. Верга, спокойно будет. Да? Спасибо. Ну, в общем, этот, знаете, тут... Что? Выключить? Выключить, он у нас. Нет, нет, нет. Чуть-чуть заварка, потом ты. А, хорошо. Вы концерт любишь? Что? Концерт любишь концерт. Концерт? Да. На концерт хороший. А, ну, хорошо, спасибо. Конец, да? Ой, такое веселье только что было. Ну, жаль, некому было записать. Короче, я пыталась купить эти специи. Три пакетика по 100 грамм. В общем, они мне пытались втюхать по 35 тысяч за 100 грамм. Но в итоге я все-таки не взяла. Нет, нет, спасибо. Не сильно. В итоге я сказала, что не буду брать, потому что дорого. Ну, меня окружили, в общем, три продавца, и мы торговались на 60 тысяч вместо 100. Но это было очень весело. Короче, надо торговаться. Халва какканская. А, а вот она, Авали. А по чему халва вот эта вот? По чему халва? Это 65 тысяч. Угу, 65 тысяч стоит. Ну, вот мне рекомендовали, что фирма Авали якобы самая вкусная. Хотя здесь есть халва разных фирм. И уж не вкусно, не торговались. А еще есть вот такая вкусняшка. Я тоже планирую ее купить. Это здесь в этом кураге орех грецкий, он с медом. Сколько стоит вот такой вот хэштег? А что, на другой килограмм 45, на курага 35 тысяч? 35 тысяч. Состав урюк, орех и кишмиш. Ну, вот так вот. Очень красивый день, что курага. Знаете, дешевле? Курага надо? Курага, да, надо будет. Хороший есть. Сколько за килограмм курага вот такая? На другое килограмм 75, на кураге 75, нормально. Нет, я не буду пробовать. Нет, правда, спасибо. 55 тысяч курага. Ну, 50, вот так, можно сторговаться. Я приду. Ну, в общем, весело здесь. Я вам, так скажу, настроение мне подняли однозначно. Я посмеялась. Орехи. Ой, блин, глаза разбегаются. Все любят. Реально, глаза разбегаются, не знаю, что брать. А еще есть вот этот вот сахар. Это сахар вареный с виноградным соком. Он здесь популярен. Ух ты, смотрите, какой чай. Красивый, да? Вот еще большой выбор халвы, каканской. Вот такая упаковочка, это 1 килограмм, 65 тысяч стоит. Есть поменьше упаковки. Вот здесь тоже есть хэштег. Вот он, стоимость его за кило примерно 70 тысяч. Это вот орехи в кураге. Так. Вот еще. Почем упаковка АВАЛИ? О, уже 82. Где-то 65, а здесь 80. Так, давайте посмотрим, что я купила. Это получается халва АВАЛИ, ассорти. Здесь вот три упаковки. Почем одна? 190. 190. Одна, Паш, почем? Это 1,63. 63. Хорошо. В общем, я взяла вот эту халву. Как мне сказали, самая вкусная. Потом курага, вот мне так расфасовали ее по 400 грамм. Килограмм кураги сколько стоит? Килограмм про 70. 80 тысяч. А, 70. И вот эта штука хэштег. Да, вот я тоже беру три штучки по 25 тысяч. Но вот эта хэштег, это очень вкусная штучка. Я вам советую, ее обязательно берите. А, мы тоже андорти верим. А, еще я покупаю вот такую вот пастилу. 15 тысяч. Одна упаковочка. И общий счет, сколько выходит? 190, 45. 190, 45. Это 75. И так, 400, килограмм 200. Килограмм 200. Килограмм 70. 200 грамм 14. Так, 394. А скидки еще будут? 390, да. 390. О, какая огромная скидка. Слушайте, здесь есть эта специя готовая для плова. Да, я в курсе, да. В общем, короче, здесь она 15 тысяч. Нет, вот это все. Вы видели, да? Там мне предлагали сколько? 35 тысяч. Представьте себе. В одном месте. В общем, вот такая огромная разница. Короче, прежде чем что-то брать, надо обязательно пройти рынок. И посмотреть, кто, по чем продает. Так, а это что? Что это за специя? На шифран похоже. Что это за специя? Это шафран. Шафран? Чистый шафран? Нет, узбекский шафран. Узбекский? Сколько стоит? Это 10 грамм 25 тысяч. 10 грамм. 10 грамм 25 тысяч. Вот так вот. Шафран, дорогая специя, да, я уже говорила вам. Ну, в общем так, 15 тысяч за приправу для плова. Короче, какие дела. Еще здесь чаи разные есть. Вон орехи. А кедровый орех почем? Кедровый орех у тебя 200 грамм 60 тысяч. И на расседе еще и влезет. Я приехала домой. И теперь давайте сделаем контрольный обзор моих покупочек. И подведем итоги по расходам. Начнем со специй. Это первое, что я купила. Готовая специя для плова. Мне пытались продать ее по 35 тысяч за 100 грамм. В итоге я сторговалась на 20 тысяч. Но я видела, что там также можно купить готовую специю за 15 тысяч. Возможно, еще даже можно сторговаться. В общем, короче, так вот. Она имеет яркий аромат. И преобладает именно запах куркумы. Ну, вообще, я куркуму не очень люблю, если честно. В общем, не знаю, кто специалист. И скажите, хорошая ли эта специя. Правильная ли она для плова. Вот. Я, конечно, дома не собираюсь готовить. Но как гостиниц, просто я хочу подарить хотя бы вот такой вот вид специй. Потому что специй много. Их часто везут с Пекистана. Поэтому мне вот захотелось, чтобы в моих гостинцах была вот хотя бы такая вот специя. Далее. Это вот мне бонусом дали. В общем, за то, что я купила дорогую специю, мне вот бонусом дали вот какой-то чай такой вот травяной. Ну, попробуем. Они там его нахваливали, что он очень полезен для мужчин. Ну, короче, не знаю. Попробуем. Потом. Что еще? Это пастила. Пастилу я, кстати, еще узбекскую не пробовала. Ну, вот взяла. Тоже как гостиниц. Я думаю, что она должна быть вкусная. Здесь есть пастила, в общем, из малины, сливы, яблока, абрикос. Стоимость такой упаковки 15 тысяч сумм. Я вот взяла три упаковки. Вообще, вот данный набор я купила для трех семей. Ну, то есть там две семьи родители и родственники. Одна семья. Поэтому здесь вы видите всего по три штучки. Потом вот такой вот сахар. Я не знаю, кто-то любит такой сахар. Ну, я просто взяла, потому что он везде продается. И как бы, ну, я так взяла просто на пробу. Вообще, я как бы сама сахар не ем. Я его купила 45 тысяч сумм за килограмм. Но на паркенте я видела такой же за 30. Ну, в общем, наверное, нужно было торговаться. Но просто я уже уходила с рынка. Мне было не до этого. Я вот быстро взяла и все. По чуть-чуть, в общем, вот так вот. Этот сахар, он топленый с виноградным соком. Насколько я знаю. Вот. Вот такой вот сахарок. Ну, говорят, вроде такой сахар считается более полезным. Он вроде как будто как-то вываренный. Меньше сахара. Не знаю, правда это или нет. Ну, в общем, такое, короче. Потом. Это курага. Ее стоимость 70 тысяч сумм за килограмм. Как мне сказали, что она не обработанная. Вы знаете, да? Вот курага, который продается у нас на рынке. Допустим, там в Алматы. Да? Красивая, блестящая. Это считается обработанная курага. По-моему, диоксидом серы ее обрабатывают. Ну, то есть она... В ней мало пользы. Даже, наверное, больше вреда. И много ее не съешь. В общем. Вот эта вот курага я попробовала на вкус. Она очень вкусная. По внешнему виду, вот я, честно сказать, не знаю, на самом деле, обработанная она или нет. Но продавец сказал, что якобы не обработанная. Ну, не знаю. В общем, кто знает, пишите, настоящее ли это курага. Ну, мне хочется надеяться, что она настоящая. Но по вкусу очень вкусная. Потом. Еще есть вот такой вот. Называется, по-моему, хэштег. Цена тоже 70 тысяч, по-моему. 70 или 75 тысяч за килограмм. Я взяла вот такую готовую упаковку. Она 30 или 35 тысяч за килограмм выходит. Здесь полкилограмма. Это тоже очень вкусная штучка. Вот. Здесь вот эта вот курага идет. Внутри тоже как будто бы я пробовала. Мне показалось, как будто там еще был чернослив. Он такой был темный. Вот этот орех. Мед. Ну, в общем, очень вкусная и питательная вещь. Много такой не съешь. Но чай попить будет вкусненько. Потом. Еще я купила халву Авали. Вообще, вот эта вот халва бренд Авали очень популярен. И считается, ну, таким самым вкусным. Ну, то есть все рекомендуют покупать именно халву Авали. У них есть инстаграм. Вы можете найти их в инстаграме. У них само производство находится в Коканде. У них есть магазин в Коканде. Еще есть в Ташкенте. Но в Ташкенте, как бы, мне далеко было ехать. И я рада, что я нашла их продукцию на рынке Чорсум. Мне давали пробовать. И действительно, халва очень вкусная. Мне понравилось. До, как бы, до этой халвы я пробовала еще другую. Тоже молочную халву, но другого бренда. Также я еще пробовала халву. Вот в супермаркетах продается. Я вам не рекомендую ее брать. Вот она примерно вот так вот выглядит. Вот такая вот. Ну, вообще невкусная, если честно. Вот она у нас уже стоит здесь. Ну, вообще не очень. Она такая сильно сладкая. Здесь, видимо, много сахара. Ну, в общем, я не советую вам. Берите хорошую халву. Вот именно вот бренда Авали. А еще они продают халву также премиум класса. Она у них выглядит немножечко по-другому. Обсыпана орехами. И в очень красивых упаковках. Вот на подарок прям идеально. Кстати, что касается халвы, вот тоже обратите внимание. Вот здесь вот можно посмотреть их контакты. Дата производства 15 октября. 1 килограмм. Бренд с 1994 года. И также можно посмотреть состав. Так, фокус. Фокус, в общем, этот потерялся. Ну, в общем, я так вам скажу. Состав молоко сухое, масло сливочное, сахар, фисташки, миндаль, грецкий орех, арахис, молоко сгущенное, вареное. Патока, крахмальная, лимонная кислота, ванилин. Производитель совместное предприятие Авали, Кокант, халва, Узбекистан, Ферганская область. Пишут, что натуральная 100%. Ну, из полезного здесь, я думаю, только орехи. Все остальное, ну, там сухое молоко, в общем, больше сахара, конечно. Я думаю, в этой халве мало пользы. Но иногда можно себя побаловать, согласитесь? Давайте перейдем теперь к вот этой вот красоте. Это вот керамические изделия. Вообще, изначально, когда я шла за сувенирами, я планировала приобрести леган. Ну, это такая чаша, в которой можно, например, накладывать плов. Кстати, не очень хорошо называть ее тарелкой. Многие так говорят. Но вообще узбекам это не нравится. Поэтому правильно называть леган. Ну, в общем, я когда увидела эти вазы, я сразу в них влюбилась. Они мне очень понравились. И я решила взять именно вот такие вот вазочки. Как мне сказали, это ручная работа. Кто вот знает из местных, может быть, кто-то будет смотреть это видео, можно ли на рынке Чорсу приобрести керамические изделия ручной работы. Я слышала, что подобные изделия, именно ручной работы, мастеров, можно приобрести только в мастерских. Мне говорили, что вся керамика – это риштанская керамика. Риштан – это небольшой город в Ферганской долине. Считается, что лучшие мастера находятся именно там, в Риштане. И самые лучшие изделия делают именно вот в Риштане, в Ферганской долине. Изделия ферганских мастеров считаются очень качественными. Они делают керамику из красной глины. Во-первых, она очень хорошо поддается в работе. И после обжига считается очень крепкой. Также они используют специальную глазурь, которая делается из трав. То есть они собирают определенные дикие травы, сжигают их и получают определенный порошок, из которого делается глазурь. Это очень интересный факт, согласитесь? Как вы видите, эти вазочки имеют разный рисунок. То есть если изделия ручной работы, то они не могут быть похожими. Рисунок должен быть обязательно разным. Также признаками натурального риштанского изделия считается звук. Давайте послушаем. Звук должен быть такой вот звонкий, как будто металлический, как будто бьете по металлу. Вроде бы похоже, да? Видите, хочется надеяться, что это настоящее изделие. Также здесь есть письмастера. Ну, в общем, вазочки очень красивые. Мне очень понравились. И себе я еще пока такую не приобрела. Думаю, что обязательно приобрету. Красивые, обалденные вазы. В общем, я в восторге. Напишите, пожалуйста, свою оценку, как вы считаете. Действительно ли это настоящая риштанская керамика ручной работы. Теперь давайте посмотрим, что касается расходов. Получается, на вот эти вот все вкусняшки я потратила 500 тысяч сумм. А вот эти три вазочки мне обошлись в 180 тысяч. Итого 540 за три. В общем, расходы составили 1 миллион 40 тысяч сумм. Это примерно 90 долларов. Что касается моего визита на рынок Чурсу, особого стресса я не испытала. В целом было как бы все достаточно интересно, даже весело. Продавцы на рынке были достаточно вежливые. Советую вам, конечно, ходить, выбирать, торговаться. Это может быть даже немного весело, я так скажу. Но, в общем, меня развеселили некоторые продавцы. Особенно специи и чая. На самом деле на рынке выбор очень большой. Различных сувениров, товаров. Поэтому в качестве гостинцев у вас выбор будет очень большой. Вы можете купить что угодно. Также есть одежда ручной работы в национальном стиле. Из шелка, хлопка, также из смешанных тканей. А еще, что очень приятно, все это произведено в Узбекистане. Как турист я вам могу точно сказать, что когда вы приезжаете в какую-то страну в качестве путешественника, то хочется привезти с собой какие-то вещи, товары, подарки, сувениры, произведенные в этой стране. И вот очень приятно, что узбеки молодцы, такие умельцы, очень хорошие мастера и могут производить сами такие вот очень интересные товары, какие-то вещи, предметы, ручной работы с ручной вышивкой. Допустим, это какая-то одежда или наволочки. Домашняя утварь, та же керамика, сладости, халва. Ну, в общем, очень много предметов, которые действительно произведены именно в Узбекистане. Это очень приятно. Это не каждая страна может этим гордиться. Я, конечно, немного где была, может быть, в пяти или в шести странах, но я могу вам точно сказать, что не везде можно приобрести даже элементарно сувениры. Там, допустим, идешь за сувенирами, а они все китайские. Поэтому не в каждой стране можно приобрести такие вот интересные товары, вещи, предметы, именно произведенные в этой стране. И даже если это не ручная работа, а, например, фабричная, то это тоже очень большой плюс и тоже очень приятно. И я вам скажу, даже если эта вазочка, например, фабричная, то все равно она будет приносить радость ее владельцам, потому что она именно произведена в Узбекистане. Вот такая замечательная вазочка. Вот, спасибо, Узбекистан. И большой вам респект за ваше мастерство.